На старте спортсмены от мала до велика. Кто-то делает свои первые шаги, кто-то ступает на трассу, которая уже стала приличной и родной. 42-я массовая гонка «Лыжня России» собрала сотни горожан, среди которых военнослужащие, сотрудники предприятий, студенты и просто любители спорта. Радует то, что не только ребята, которые выбрали лыжные гонки как вид спорта, но и горожане очень любят этот праздник, приходят сюда трудовыми коллективами, семьями. Более 70 спортсменов бежали в гонки на дистанциях 5, 10 и 20 километров. Любители смогли поучаствовать в массовом старте на 2 километра. «Лыжня России» для нашего города особый праздник. Он традиционно объединяет все поколения спортсменов, детей, молодежи, наших дорогих и любимых ветеранов. И с каждым годом число любителей этого прекрасного вида спорта становится все больше и больше. Год 2024-й президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи. И приятно видеть здесь спортсменов целыми и семьями. «Лыжня России» не только повод посоревноваться и проверить свои силы. Несмотря на морозную погоду, многие пришли на спортивный праздник за положительными эмоциями, приятными встречами и семейным отдыхом. Здесь старшее поколение прививает детям любовь к здоровому образу жизни. Каждый год принимаем участие. Вот ребенка привлекаем, уже тоже второй год принимает участие в «Лыжне России». Нравится ему, прекрасная погода, отличное настроение. «Расскажи, как тебе вообще забег? Сколько ты бежал? Какую дистанцию удалось пробежать?» «Два километра. Мне понравилось бежать». «Все понравилось. Погода бодрит. Бежали масс-старт. Эмоции положительные, настроение замечательное. Все понравилось. Постараюсь прийти через неделю на мемориал». «Я каждый год бегаю, уже, наверное, на протяжении лет шести. Бежали, массовый забег. Две тысячи километра, две тысячи метров. Ну как, поддержать, поддержать всю страну, поддержать ребят, которые у нас на фронте. Ну и для здоровья, для примера маленьких. Мы с семьей бежим, так что все рады, все счастливы». На максимальной спортивной дистанции 20 километров лучшими стали Евгений Галихин, Александр Яковлев и Александр Зарубин. Первым в массовом забеге стал Антон Олькин. Следующим стартом для спортсменов и любителей лыжных гонок будет 45-й мемориал Музрукова, который пройдет с 17 по 18 февраля. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.